У нас идея в нынешнем изложении, потому что, насколько я понимаю, она повинялась в 6. Да, в нынешнем изложении. Это сделать такой инструмент для взаимодействия ТВ-передач, я буду называть, и бренда. Поэтому бренды очень часто для их спонсорами дают одежду, гадусы или какие-то дизайнские предметы. То есть, что это по сути? Это такая платформа, на которой бренды разрешают свои вещи, грубо говоря, фотографии, а сотрудники телепередач, региональных, крупных, еще чего-то, делают из них такие коллажи, на которых можно посмотреть, что это за товар, сколько он стоит, в каком магазине продается. То есть, сотрудники телепередач таким образом формируют какой-то контент, коллаж, размещают у себя в соцсетях, ну или какие у них есть способы для того, чтобы взаимодействовать, для того, чтобы люди, которые смотрят передачи, могли точно знать, что вот это вот такая, такой свитер, такой пузик можно купить вот там-то там. Ну вот примерно так. Хорошо, менторы, вопросы? Да, да, есть. Пожалуйста. Пишешь пример. Очень-очень. Ну как это может быть? Я, ладно, сосмотрел телепередачу, которую этот пузик. Окей, да, ты смотришь на спецпередачу и там можно на теле написать, что, например, посмотреть там стиль этой передачи можно на там, ну условно бы назвали там Style TV. Да, ну какое-то название прошлое. То есть ты заходишь на Style TV, например, по геологам, ну мы, например, определяем, что ты в Киеве, там канал STB, передача такая. Ты заходишь и смотришь, грубо говоря, все, что ты видел в этой передаче, где это можно купить там на каких-то картинках, ну и удобных ссылках. Вместо того, чтобы сразу заходить в какой-то интернет-магазин и с его каталога искать кто-то или не кто-то. Ну, можно сказать, ну, вот вышел ведущий в каком-то там, это подборку делает человек быстрый, или это онлайн как-то, ну, как-то... Онлайн автоматизировано, я пока не понимаю, как оно может работать, но сотрудники телепередачи это делают. То есть они же знают, в чем ты будешь вечером выступать, если там, может быть, к вечеру они и будут этот пост. Ну, киевшников, потому что костюмеров, половина ведущих выходит в своих картинках, где-то с пользователями предоставлены дара, там еще что-то, еще что-то. Ну, тоже такой нюанс. Ну, суть в том, что мы показываем, где все это можно посмотреть. Что конкретно, например, там, все будет доброе, я захожу и могу посмотреть, какие товары, где есть, органы, передачи. То есть прийти в наших ведущих, когда где-то какой-то сайт, выбрал дарить за 3 часа дня, и там написано, в чем он был. И в чем он был, и какие-то вещи использовали, и так далее. Ну, плюс в том, что сотрудникам передачи, ну, удобно это собирать. Потому что самостоятельно, это им нужно фотошопы делать, как-то припитать, подтягивать ссылки. Какое интересное сотрудникам? Какое интересное сотрудникам, я считаю, чтобы не пить кофе и пурить. Ну, привлечение спонсоров, потому что вы не говорите спонсорам, что люди, которые увидят ваши товары у нас, вы пили, да, смогут напрямую, и субстрителю сможете отследить переходы непосредственно вот оттуда. Посмотрите, деликанал TED, это плюсовая... Какой? TED. У них есть две передачи, типа, не помню, как называются, но типа «Видень это немедленно» или что-то таковое. Снимите, это «Немедленно», это форматная история. Да, и вторая история, тоже связанная, типа, с моделью. В общем, у них вот этот фэшн-бит, извиня, это один, ну, TED. И формат, подожди, в принципе, понятен, то есть «Здоровый бюджон», да, это «Зара» и «Ритейл-групп», типа «Арго-групп», кто там еще у нас есть. Ну, мы, в общем, продажники, да, могут спокойно это делать и продаживать, как метр, и делать бонусы, если это продажи через интернет, то, в случае, ну, и просто «Имиджон», да. А то есть, как вы для телеканала, вы сможете, чтобы нормально зафуток, где четко прозрачный момент, просто, как это делать, ну, примерно так, более-менее. Еще менторы, есть вопросы, пожелания, комментарии? А платформа, в основном, отделена от этих ТВ-продуктов, то есть, это, в основном, я идю просто на сайте, там, да, мы планируем, делаем, ну, отдельно платформу, потому что, например, региональные каналы, какие-то мелкие передачи, у них не всегда есть возможность, там даже, там, фотошоп, что-то, ну, примерно, то есть, им нет, не бывает возможности, например, чтобы самим делать какие-то красивые вот эти калаши. Нет смысла интегрировать это непосредственно распродажение ТВ-каналов, это Смарт-ТВ, чтобы человек не умеет делать куда-то от любого устройства, непосредственно взаимодействовал с продуктом уже в самом телевизоре. Ну, я думаю, это можно будет, да, я просто не совсем понимаю это механизмы работы в Смарт-ТВ, но если эта платформа будет, ну, как бы, отдельно, на которой будет все собрано, какие-то мелкие каналы могут, ну, непосредственно себя на сайте размещать, вот эти вот, ну, готовы концепты и нормально работающие, и дающие-то нормальные ссылки. Просто сейчас, как бы, все больше ТВ смещается к распространению, ну, не просто на небольшие каналы, живые каналы к распространению через их приложения, как сейчас, Киевстар ТВ, МТС ТВ и так далее, да, то есть, это история, которая не работает на телевизоре, это история, которая работает в приложении. И писать на ней, там, что зайди на такой-то сайт, это будет очень удобно, да, потому что там может быть просто интеграция. Из-за этого, да, приложение, может быть, как в рынок рассмотреть именно это, и это будет даже работать быстрее, эффективнее. Ну, да, можно, например, подписаться на какие-то программы, которые я ставлю, мне нравится, и просто там раз в неделю получить просто там дайджест всего того, что там было показано. Ну, то есть, условно говоря, мне нравится, как одевают Кристину Суворину в программе Insider на канале ICTV, я могу подписаться вообще на все ее руки и смотреть, как какое шпатье его покупать, да? Да, это как... Да, сюда самый главный вопрос, на каком будете на этом заработать? Ну, да, мы еще об этом не подумали. Какие-то разные варианты, и вреда, плата там за подписку вообще больших компаний, какой-то там процент продажи, или просто CPA, какой-то... Да, в этой серии участвуют и ТВ каналы, которые должны иметь свой интерес, чтобы ставить именно вашу, потому что они какого-нибудь конкурирующего с вами, да. Ведь там прямая реклама может, на самом деле, принести больше, если не просто напишут, что это там одежда предоставленная за разарой, да, чем ставить ваше приложение и получать там деньги от того, чтобы вы теряете. Да. Выгоднее разместить прямую рекламу, чем продажи делать через приложение. Тут есть еще одна маленькая история. Приложение или, собственно говоря, сайт платформа, я бы сказал, что возможны оба, просто потому что я понимаю ситуацию на многих региональных каналах, где там такое понятие, как стилист может отсутствовать, но это действительно решение проблемы для маленьких телеканалов. Одевание их персонала во что-то, то есть, в принципе, заведение этих брендов в такие мелкие истории. Благодаря агрегации, там, условно говоря, та же там Zara или любой ритейл или Argo может сказать, о, хочу, короче, на неделю одеть вообще всех новостных ведущих всей страны. И такой процесс у него может произойти. И сейчас это десятки, ну, короче, десятки действий. И тогда это можно будет за счет сетевого такого. Либо решать регионально, если открывается новый магазин регион. Да, конкретно. Проблемы с той амбионией, с той амбионией, с той амбионией. В Черновцах открыли, в Черновцах открыли, в Черновцах, телевизионных интересуют. Вот это мои проекты. Ну, то есть, это та сторона, в которую можно думать, по крайней мере, телевизионщик, ну, вот эту часть. Как это допиливать в виде приложения сайта? Каким будет? Разный вариант. Допиливать в виде приложения. Ну, приложение или сайта, или делать и то, и другое, это уже вопрос, когда у вас будет стадия прототипирования. Ну, мне кажется, это может зависеть от разных проектов. То есть, например, в каком-то полостях можно заказать себе длинное приложение, где будет только все из холостей. А какие-нибудь мелкие, то с чем это приложение будет достаточно? Ну, в общем, это все вопросы. Уважаемые участники, есть еще вопросы, пожелания, замечания? Да. Да, я пожелание сделаю. Смотрите, то есть, ну, схема работы, в принципе, нормальная. В первую очередь, это для денег будет продаваться, потому что это не возможность продать новый бренд, это возможность больше денег взять со спонсором. Да. Оширение рекламных возможностей для телевизионщиков, ну, телевизионщиков — это у людей. Второе — это для брендов как раз возможность продвижения с е-коммерс, платформы и прочего, включением, да, и компьютер. То есть, по сути, выступает репостиком между интернет-аудиторией, телевизионной аудиторией в интернете и продажами. Ура! Еще есть вопросы? Все, быстро закончились. Ждем следующих.